Доброе утро Какаво, да А начинает давать еще в садике, правда же? То есть это такой как бы негласный детский вкусный напиток Полезный ли он? Да, действительно это так Вкусный детский напиток, но, к сожалению, достаточно жирный напиток Поэтому если ребеночек у нас с склонностью к избыточному весу То много как раз какаво пить нельзя Вот здесь у нас представлено три напитка, которые тоже очень могут быть полезны Они выглядят приблизительно одинаково И на самом деле они на вкус-то приблизительно одинаковые Вот здесь Евгения пыталась угадать, не догадалась Ну сейчас я попробую Я вот с какао, по-моему, ее правильно поняла С какао вы угадали Ну вы что, ты хочешь сказать? У нас здесь есть кофе, есть какао Вот это вот какао у нас, вот это вот кофе, вот это какой-то цикорий, наверное, нет? Почти верно, это цикорий действительно А это так называемый кофейный напиток Ну кофейный напиток, ну это какао Ну вот меня не обманешь, у меня Нюх, как у собаки, глаз как у орла А кофейный напиток это, ну наверное, такой тоже издавне известный в России напиток Но на самом деле никакого отношения к кофе он не имеет Потому что кофейный напиток в составе, в данной вот ситуации, это ячмень и рожь Поэтому кофейный напиток, который нередко родители видят в детском саду в меню То есть, собственно, это не кофе Потому что очень часто родители спрашивают, опять же, а на каком основании нашему ребенку дается кофе в детском саду Но это не кофе А почему тогда он называется кофейный напиток? Что тогда в нем такого? Ну, видимо, потому что это как-то имеет схожесть по внешнему виду, по цвету Какое-то такое вот вкусовые ощущения несколько напоминают А может быть еще, потому что если бы родители в меню увидели напиток, как там, ячмень и что? Ячмень и рожь Ячмень и рожь, они бы, может быть, еще больше напряглись Такие, зачем моему ребенку тут ячмень и рожь? Но, с другой стороны, есть дети, которые дают аллергическую реакцию на ту же ячмень или на рожь На какие-то продукты, содержащие глютен, поэтому данный продукт им не рекомендуется Чтобы тоже нужно очень внимательно читать те этикетки, которые вот есть Давайте поговорим о цикории Он тоже является напитком менее вредным, чем кофе И его советуют, кстати, не только детям, наверное, но и взрослым в частности Для того, чтобы заменить, отойти от кофейной так называемой зависимости Да, вот среди всего представленного в цикории самый полезный напиток Он рекомендован и диетологами, и кардиологами, и педиатрами В связи с тем, что, во-первых, в цикории содержится очень много инулина Это пребиотик, это клетчатка, которая нормализует работу кишечника Кроме того, цикорий содержит очень много магния Это нормализует работу нервной системы И очень много других полезных свойств Но, кроме того, по вкусу он очень напоминает кофе Действительно, это так А вы пили хоть раз цикорий? Я, конечно А ты же? Нет Я вот ни разу не пил, поэтому мне интересно, что это за вкус И самое главное, что по своему природному такому вот вкусу он довольно сладкий Поэтому люди, которые, опять же, на коррекции веса Или дети, которые с избыточным весом То цикорий вполне может его заменить Честно говоря, мне кажется, что если ты никогда не пил кофе Или к нему особой тяги и любви не испытываешь Тогда можно заменять чем угодно А вот настоящие любители и ценители кофе Им, наверное, будет очень сложно переходить на цикорий Мы говорим о малышах, о карапузах Ну это да В данной ситуации, знаете, какая история интересная бывает Когда в семье есть кофеманы, так называемые И ребенок это видит, он просит Да, я тоже хочу, да Потому что элементарно кофе пахнет Распространяет аромат, да, по-другому сказать И хочется попробовать И вот в этой ситуации ребенку может быть вполне предложен цикорий Но здесь самое главное, кстати, возраст Какао можно не раньше двухлетнего возраста Цикорий можно с года И можно беременным женщинам Это тоже очень важно А кофейный напиток где-то с полутора, с двухлетнего возраста уже разрешен Ну вот смотрите, в год, наверное, ребенок не так-то уж и просит И понимает вообще, что там пьет родители Даже если ты ему дашь стакан там с морсиком И скажешь, я тоже сам пью Он, вероятнее всего, поверит Просто вот стоит ли в принципе вводить его в рацион с года Какао однозначно нет Цикорий стоит вводить Ну в год, естественно, нет А вот где-то ближе к двум годам Но вполне это логично Вследствие того, что цикорий содержит очень много полезных веществ То есть это прямо польза Да, это польза А вот как раз какао в данной ситуации Не совсем чистый какао Потому что если почитать упаковку То там будет сахар, там будет ванильные всякие добавки Я читал очень большую статью про известный какао Это напиток вот желтого цвета Это вот как раз он и есть Да, что, ну, попробуйте найти какой-нибудь аналог Либо заменитель этому делу Что не очень довольно-таки полезно Да Если хотите все-таки своему ребенку предложить напиток какао То нужно читать состав двоеточие Какао-порошок, точка, все Если там очень много перечислений То такой продукт не рекомендую Ну, вот, кстати, я сейчас вспомнила, наверное, всем известную рекламу В желтых коробочках какао Да, его же так активно предлагают Давайте детям, давайте как именно какао Ну, вообще какао довольно вкусный напиток И дети его очень любят Но на самом деле То есть только вопрос вкусовых пристрастий Вопрос вкусовых, да И в зависимости от того, какой какао, опять же, вы будете предлагать Если тот, который в старых картонных упаковках Который только содержит какао-порошок Если правильно приготовить с молоком То, конечно, да А вот тот, который в желтых упаковках всем известный То, собственно, он просто вкусный За счет кучи-кучи ненужных добавок И все-таки я понимаю, что это для антуража Но, тем не менее Вот у нас есть конфеты, в которых зерна кофе Вот насколько такие конфеты можно давать ребенку? Потому что как раз конфетка, да еще в шоколаде Мне кажется, для зубов это опасно Потому что зерна кофе довольно-таки тяжело Быстрее поменяют с молочных на коленые Конечно же, это больше для антуража Но если мы говорим про детей раннего возраста, однозначно нет Если мы говорим о дошкольниках, то тоже нежелательно Все-таки эти продукты, они уже могут быть рекомендованы Даже не рекомендованы, а могут Допустимо Допустимо, да Употребляться уже школьным возрастом Это как некое лакомство такое Ну, как просто случайный вариант употребления сладкого Помните, что водичка всегда под рукой Этот напиток и эта жидкость заменит любой другой Давайте по полезности На первом месте будет цикорий На первом месте будет цикорий По полезности, по составу Кстати, еще один момент Это кофеин Естественно, в кофейном напитке кофеин ноль В цикории он в самом минимальном количестве Но он тоже в какой-то дозе присутствует В какао он есть Немножечко дальше у нас идет кофе Дальше идет чай, а потом идет кофе То есть кофе на самом последнем месте Да, да Мотайте на ус Владимир Чекунов, кандидат медицинских наук Доцент кафедры детских болезней К РАСГМУ, врач-педиатр Спасибо вам большое Мы надеемся, что родители сейчас все это записали Или запомнили И кофе детям давать не будут Продолжаем нашу программу полезной информации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!